Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в Grace Family Church и особенно добро пожаловать на творческий вечер. Мы сейчас будем молиться и есть на то причины. Во-первых, сегодня поэзия по-особому будет обращаться к нашим душам. Бог так устроил, что вот когда слова заточены, они говорят о душе и обращаются к душе. Но когда она христианская поэзия, она звучит и служит еще второй целью, очень важной целью. Она прославляет Господа. И вот с этого мы хотим начать наше общение, наш вечер сегодняшний с молитвы, поклонения, прославления Бога. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, церковь! Рады очень приветствовать вас и быть вместе с вами сегодня здесь. Кто из вас хоть раз был на творческом вечере? Поднимите руки, пожалуйста. Отлично. А кто не был? Хорошо. О, Дима не был. Но в первую очередь я хотел бы представиться. Меня зовут Евгений. Я буду проводить этот вечер сегодня, этот творческий вечер. И я хотел бы выразить вам огромную благодарность за то, что вы нас здесь приняли сегодня, за то, что у нас есть возможность поклониться нашему Господу Иисусу Христу. На этом творческом вечере мы будем поклоняться нашему Богу через пение, через стихи. Когда вы будете слышать, здесь будет разговор Маргариты Коломийцевой, и она будет рассказывать немного о том, как Бог работает в ее жизни, и что Бог делает, чтобы она писала эти стихи. Вот. И вы будете видеть, что Бог работает не только в ней через эти стихи, а Он работает во многих, во многих людях. Наша цель сегодня, чтобы каждый стих, Он преклонил наше сердце перед Его господством, чтобы Он позволил каждой душе преклониться и воздать благодарность нашему Богу. Итак, вы уже знаете, что здесь будет пение, будет интервью, будут стихи. Также, если у вас будут какие-либо вопросы, вы можете их присылать на вот этот вот номер, он здесь с обеих сторон высвечился. И если вас что-то интересует в поэзии, пожалуйста, задавайте, Маргарита будет на них отвечать, и потом в конце вас ожидает особенный приз за самый, наверное, может быть, интересный или креативный вопрос. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, задавайте ваши вопросы. Я хотел бы вам сказать вначале пару фактов о Маргарите Коломитцевой. Первый фактор – это она очень плотно связана со служением слова благодать, и вы можете потом услышать это. Она вкладывает много времени в то, чтобы это служение, оно процветало, и мы верим, что через это служение Бог меняет души людей. Это наша самая важная цель, самая главная цель. А второй фактор интересный – это она также связана с служением в Молдове. Каждый год группа из нашей церкви, и Маргарита также одна из тех людей, собираются, едут в Молдову и служат там онкобольным взрослым и детям. И через это мы хотим прославить нашего Господа Иисуса Христа. Вы сегодня также сможете услышать больше об этом служении, и у вас даже будет возможность, если Бог будет вас касаться, каким-то образом поучаствовать или посодействовать этому служению. А сейчас я хотел бы пригласить Маргариту Коломитцеву, и она расскажет вам о своем творчестве. Добрый вечер. Не обещали включить микрофон? Включили, как и обещали. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рада видеть всех, кто пришел сегодня, всех, кто смотрит нас онлайн. Я очень рада вам. Сегодня мы поговорим о поэзии, мы поговорим о жизни, о том, как Господь меняет сердца людей через поэзию. Мне будет помогать сегодня мой коллега и друг Роман Калинин, и поэтому сейчас я передам слово ему. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, церковь. Чтобы проще нам было общаться с Маргаритой, я подготовил несколько вопросов именно к ней. Она будет на них отвечать. И это будет в первой части, потом во второй части еще несколько вопросов будет. И в третьей части мы будем задавать вопросы, которые будут поступать из зала. Только из зала, потому что, как Женя говорил, приз будет предоставляться лучшему вопросу, который прозвучит вот по этому номеру телефона. С чего начнем? В первую очередь, конечно, по поводу твоей книги, которая вышла. И называется она «Свет и соль». И, естественно, самый первый вопрос – почему свет и соль? Свет и соль, но, наверное, ответ будет многогранный. Здесь две причины. Первая причина – у меня есть стихотворение одноименное, похожее, и я его прочту сейчас. Но вторая причина – это та, что христианин, он имеет повеление от Господа быть светом и быть солью мира. И это то, чего я хочу достичь через свою поэзию. Христианин имеет повеление быть только этими двумя вещами – ни воздухом для кого-то, ни жизнью для кого-то, а вот только этими двумя вещами. Я прочту это стихотворение, на основании которого вот я выбрала это название. «Не становитесь истиной ни для кого, раскаетесь. Толпа распнет вас на кресте при первом случае, когда поймет, вы тоже ошибаетесь, когда поймет, несовершенны даже лучшие. Не становитесь якорем ни для кого, погибнете, когда сорвутся лодки с вас судьбой гонимые. Известно, смертным не дано быть в море глыбами, и даже сильные бывают уязвимыми. Не становитесь музою ни для кого. Растопчут вас в погоне за другими вдохновениями и на чердак забросят вместе с прочими такими же пустыми развлечениями. Не становитесь идолом ни для кого. Расплатитесь, когда народ ваш в славе разуверится, увидев, что их мертвый Бог из стали весь в костре вас переплавит на безделице. Не становитесь воздухом ни для кого. Устанете вздымать кому-то легкие пожизненно. И только светом становитесь, чтобы странники могли увидеть воздух, якорь, истину. Рита, скажи, пожалуйста, был тот момент, когда для тебя был кто-то музой, якорем, воздухом? Ты знаешь, наверное, был. И это случается периодически, когда я начинаю возносить каких-то людей на пьедестал. И в такие моменты Господь меня открывает, что проклят всякий надеющийся на человека, и я разочаровываюсь в этих людях и пишу какие-то стихи, полные разочарования. Но в то же время я еще больше и еще сильнее уповаю на благодать Господа, потому что я понимаю, что только он достоин упования. Как давно был написан стих этот? Два года назад, наверное. А сколько по времени готовилась эта книжка к выпуску «Свет и соль»? В этом сборнике собраны стихотворения за 4 года. За 4 года? За 4 года, да. То есть в среднем сколько тебе выходит на одну книгу времени? Ну вот примерно так и выходит по 4 года. Каждые 4 года, да? Да, 3-4. Были какие-то сложности с выпуском этой книги или нет? Нет, сложностей не было. Ни коронавирус, ничего, все у нас… Нет, коронавирус не помешал. Хорошо. Скажи, пожалуйста, кто помогал тебе в выпуске твоей книги? Очень много людей. В первую очередь, наверное, это было такое очень спонтанное решение. Мы хотели, мы планировали провести творческий вечер без выпуска сборника с некоторыми музыкантами из нашей церкви. И есть такой молодой человек, Юрий Куприков, который администратор этого вечера. И он мне говорит, Рита, тебе нужно к этому вечеру сборник обязательно. Ну хорошо, я послушала его, сказала, это сложное дело, подумаем. Я прихожу в церковь и встречаю Романа Юшина. Это директор нашего медиаслужения. И он говорит, Рита, давай мы выпустим твой сборник, почему бы и нет. То есть вот эти люди, они просто вот сказали, поддержали и, в принципе, вдохновили на это. Кто был дизайнером? Дизайнер книги, вот Юра. Юра Куприков, да? Талантливый молодой человек. А кто был фотографом? Он. Он же, да? Он же, да. Ничего себе. Но мы еще поближе познакомимся с Юрой Куприковым. Он, насколько я знаю, еще будет стих сегодня читать у нас, да? Да. Он женат? У него спроси, но, насколько мне известно, нет. Нет. Такой талантливый и красивый молодой человек. Я думаю, что кому надо, тот услышал. Хорошо. Рита, ты уже проводишь третий вечер, благотворительный вечер в пользу Молдовы. Служение для служения для онкобольных. Да. Но на самом деле есть много других достойных проектов. Почему, допустим, один вечер на один проект, другой на третий, третий на четвертый и так далее. Почему именно для Молдовы, чем она тебе запала для этого служения, ты проводишь благотворительный вечер? Да, несомненно, есть много достойных дел, на которые можно было бы собирать деньги и проводить благотворительные вечера. Но я думаю, что Молдова в моей жизни является, и служение онкобольных в Молдове является таким своеобразным голосом Бога лично для меня. Именно со служения в Молдове начался мой вообще прорыв в духовной жизни именно в сторону служения. У меня в моей жизни был длительный, наверное, период, 10 лет, когда я просто писала стихи и ничего не делала. В церкви не занималась никаким служением, у меня было множество комплексов, по которым я не хотела этого делать. И вот со служения в Молдове меня пригласили туда, и я вот почувствовала, как Господь меня обличает, что я сижу и ничего не делаю, не использую те дары, малые дары, которые он мне дал, для его славы. И вот так вот я решила довериться Божьему призыву и рискнуть. И поехала один раз, потом второй раз, и просто это стало дорого для меня. Но помимо сбора денег, что ты еще делаешь в Молдове? Мы занимаемся там, проводим лагеря для детей и для взрослых. И что нужно, то и делаю. Это работа с женщинами, с подростками и так далее. Ты сказала, что ты духовно стала расти именно в Молдове. Влияет как-то духовный рост на твое творчество? Если да, то как? Естественно, мое творчество вплотную связано с моим духовным ростом. Это неразрывно абсолютно. Более того, когда я была невозрожденным человеком, я думаю, что мое стихописательство было просто стихоплёдством. А когда Господь меня возродил, тогда это превратилось в настоящее творчество от Бога. То есть именно сейчас ты считаешь, что это творчество? До этого было все. Интересное слово. Стихоплёдство, да? Надо запомнить его. Скажи, должны ли твои стихи как-то влиять на людей? Конечно, должны. Это моя цель. Вот свет и соль, мы должны быть светом и солью, и мы должны влиять на людей. У тебя есть еще, я знаю, что подготовленный стих. Прочти на него, пожалуйста. Облучен мозг виной безудержной, томящей, Дарая, когда звезд, а в ад рукой подать. Все истовей молюсь, все каюсь настоящей, Все тщательней закон пытаюсь исполнять. Покой неуловим, а совесть клоун лживый Измазала лицо белилами добра, И нагло врёт в душе, делами будем живы, И пляшет на костях до самого утра. Сыграй же полонез почти уже спасенный И дразнит совесть, здесь не данно знать покой. Пройдется молотком по пальцам обреченным, И музыка моя подавится виной. Сто тысяч свеч зажгу, наполню руки данью, Неужто фатум мой прощения стяжать? Не смей уповать на Божьи обещания, В спасении своём не смея ликовать. Неужто мой удел в терзании бить поклоны И в космос посылать молитв речитатив? И сжалился Христос над духом истощённым, Открыв, что человек единой верой жив. Упала пелена, мои страдания тщетны, Спасение совершив моё, Христос воскрес. Ликуй пред Ним душа, исполненная светом, Спасённая навек. Сыграем полонез. Спасибо, Рита. Скажи, пожалуйста, у тебя твоё вдохновение, Это чаще грусть или радость? Это чаще грусть. Вообще мы живём в мире, который испорчен грехом, И в связи с этим каждый христианин, Каждый человек переживает очень много страданий. Более того, страдания являются одним из необходимых, Наверное, составляющих для духовного роста Каждого человека, преображения в образ Христа. Естественно, я переживаю это постоянно. И на этом фоне рождаются стихи. Это поэтому у тебя большинство всё-таки стихов Депрессивных, грустных, чем... Ну, депрессивных я бы так не сказала, Потому что я в конце каждого стиха Пытаюсь давать надежду. Вот если вы почитаете псалмы, Там они тоже очень депрессивные. Но в конце каждого стихотворения Там вот есть свет. И вот это то, что я пытаюсь сделать В своих стихах. Следующий тогда вопрос. Когда ты начала заниматься стихоплёдством? Правильно, Рома. Семь лет. Семь лет, да? Ну, ты не помнишь, да, эти стихи? Они есть где-то записаны, да. Ах, их мама записывала, папа? Мама записывала, да. Очень интересно. Ещё хочу тебя как у профессионала спросить. Отличается ли как-то мужская поэзия От женской поэзии? Ты мне сейчас задал провокационный вопрос, да, Чтобы... Я думаю, на мой взгляд, да. Из того, что я вижу, Отличается. Как бы так поделикатнее сказать. Мужские стихи, В них более чётко выражена философская мысль, А женским стихам присуща, Наверное, более лиричный такой фон. Птички, цветочки и так далее. Погодка, солнышко. Погодка, солнышко. А это правда или неправда? Я слышал такое, что к поэтам приходит муза, А к поэтессам музык. Нет? Не знаю. Ко мне не приходил, Рома. Не приходил. Не приходил. Хорошо, ещё такой вопрос. Ты очень в своих стихах откровенно, Буквально выворачиваешь душу наизнанку. Тебе не страшно, что в неё плюнуть? Нет, не страшно. Наверное, я уже привыкла к этому. Поначалу это было такое наивное, бесстрашие. Я просто писала и всем делилась, всё выкладывала. Сейчас я более осторожно ввиду того, что жизнь обязывает быть более осторожной в том, что я публикую. Но по поводу страха, ты знаешь, ну нет. У всех людей всё это есть. Просто они прячут, а я говорю. Спасибо. Ещё тогда такой вопрос из этого вытекающей. Ты очень часто публикуешь свои стихи в соцсетях. На Фейсбуке. У тебя своя страничка есть. И не секрет, что большинство адекватных людей, но есть и неадекватные люди, которые могут оскорбить, обидеть, критиковать незаслуженно. Как ты к этому относишься? Тебя это ранит? Если говорить о поэзии, когда критикуют поэзию, нет. Меня это не ранит, я абсолютно к этому спокойно отношусь, потому что на поэзию, на творчество у каждого человека свой очень субъективный взгляд. Что касается моей личности, ну да, как человека я с этим борюсь. Но тебя это не оскорбляет, если тебя... Если критикуют моё творчество? Да. Нет, не оскорбляет. У каждого свой взгляд на творчество. Это очень субъективная вещь. Поэзию не все понимают. Очень мало кто понимает сравнительно, если сравнивать с большинством. Угу, согласен. А ещё тогда такой вопрос. Если кому-то понравились твои стихи, и он хочет прочесть их в церкви, можно или нельзя переделывать отдельные строчки, если они не согласны, или нет, или вот как у тебя есть, только так и можно? Ну, кто не спрашивает и рассказывает, они это делают без разрешения. Если у меня спрашивают, можно ли переделать какие-то строчки, если это влияет на смысл, который я хотела донести, нет. Ну, я не позволяю. Но если человек желает сделать по-своему, я его, естественно, никак не остановлю. Понятно. Ну, нежелательно, да, я так понял? Ну, нет. Хорошо. Ещё такой вопрос. Неприличный вопрос. Ты много зарабатываешь на своих стихах? На стихах? Сколько тебе платит? Кто? Кто? Вот, всем интересно. Кто платит? Никто мне не платит, нет. Музыканты пользуются стихами абсолютно бесплатно, и я этому рада, во славу Господа. Я не зарабатываю нисколько. То есть абсолютно любой музыкант может брать твои стихи? Абсолютно, да. И авторские права не отчисляют тебе никакие? Нет. Может, пора? Хорошо. По поводу соцсетей. Скажи, есть ли какой-то самый запоминающийся комментарий? Ты знаешь, всякие бывают комментарии, и однажды я получила такой комментарий, на который я не смогла отреагировать. Мне один мужчина написал, восхищаюсь вашим неженским умом. И я не знала, либо мне оскорбиться, как женщина, либо поблагодарить. Ну, вот это один из запоминающихся. Ну, есть очень много разных странных. Странных? Да. Ты их не записываешь отдельно, не сохраняешь? Нет, я не запоминаю, нет. Ясно. Хорошо, спасибо большое. Женя, нам надо немножечко отдохнуть. Здорово. Спасибо вам большое. Очень интересно. Надеюсь, что у нас еще будет две вот таких вот сессии, когда мы сможем больше узнать о поэзии Маргариты Коломитцевой, немного о ее жизни, может быть, даже. Даже я вот немного нового о тебе узнал, о Маргарите. Это было здорово. Вот. А сейчас я хотел бы пригласить сюда вот дизайнера этой обложки, хорошего и доброго друга Маргариты Коломитцевой, и также человека, любящего поэзию, и человека, который организовал этот вечер. Пожалуйста, Юрий Куприков. Добрый вечер всем. Мы с Ритой, ее мужем, уже знакомы пару лет. Это, честно сказать, очень большая привилегия просто позвонить и спросить, можно ли сегодня заехать на чай к тебе домой. И с Ритой, с Юрой можно общаться просто часами на любимые темы. Если какие-то вопросы у меня есть постоянно, я могу обращаться к ним, и они всегда отвечают на них. Когда Рита попросила меня сделать одну из обложек ее на книгу предыдущую, я начал прочитывая стихи, которые там были. Я заметил одну вещь. Вещи, которые я переживаю очень часто, они как-то выражаются в этих стихах. Может быть, даже я не знал, как рассказать о них, или даже как думать, и ты видишь, что вот здесь текст написан то, что я переживаю в своем сердце. И вот один из таких стихов я хочу рассказать, это как Рита пришла к самому Богу, самому Христу. Это был очень длинный путь, и я думаю, многие из вас могут тоже понять ее, потому что вы проходите через что-то похожее. Я молился тебе, раздирая до крови колени, я искал тебя, Бог, в душных кельях, в пышных церквях, поднимался к мечети, и к рамам я полз по ступеням, но ты был далеко, а я ввязнул все глубже в грехах. Изнурялся бессонницей, в прахе терзался постами, омывался водою, очищаться пытался добром, причащался к святыням себя, осеняя крестами, изучал твой закон, но ты также мне был незнаком. Воскурял фамиям из моих же благих намерений, и на жертвенник страха нес ворохи нравственных дел. Обивался виною, утверждался формальным служением, отбивая поклоны, а ты, к сожалению, смотрел. И раздавленный дух обанкротился и обнулился. Не осталось пригодных валют, не нашлось больше сил. Тогда ты с любовью к осколкам надежды склонился, и свою совершенную праведность духу вменил. Вырвал властной рукой с законом проклятого круга, совершив на кресте весь закон, в том и есть благодать. Вел меня в свое царство по милости и по заслугам. И о милости этой я буду всегда ликовать. Юра, подожди. Я еще хочу Юре пару вопросов задать. Я вот не пойму, вот смотри, дизайн очень красивый. Как вам, дизайнерам, приходят в голову вот такие вот вещи? Мы, когда приехали, прилетели сразу в аэропорт, вот в этот Сакраменто, увидели такую большую-большую такую скульптуру или что это, произведение какое-то. И я издаля, когда так смотрю, говорю, Юра, слушай, это, наверное, копченая курица. Очень похоже так было от верха до потолка до низа. Он говорит, нет, это заяц. И когда мы подошли, это действительно касался заяц, привязанный за хвост. То есть дизайнер дизайнера как-то понимает, вот как, вот где у вас в голове, и как ты создаешь такие вот вещи? Интересно, что у нас, оказывается, с Ритой очень похожий вкус, такой абстрактный, как вы видите на дизайн книги. Даже не знаю, что сказать. Как-то работает все. То есть дизайнерам надо родиться, да? Я думаю, что да. Спасибо, Юра. Спасибо большое, да. И как мы сейчас услышали через этот стих, что в конце есть надежда и наша надежда на нашего Господа. Хорошо, сейчас будет исполнена песня «Место у креста». Я хотел бы сюда позвать тоже нашего хорошего друга, который написал уже много песен на стихи Маргариты Коломитцевой. И он такой очень харизматичный и экспрессивный брат Николая Пастухов. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Мир вам благословенный. Раз-два. Заработала. Ты, кажется, сказал «Место у креста». Нет, «Место у креста» петь не буду. Прости, брат. Ну, может быть, еще и это споешь, да? «Место у креста» нужен дуэт. Сегодня я благодарен Богу, что могу быть с вами вместе, вместе с Риточкой и поддержать в этом благословенном вечере. Я помню, я был в этой церкви лет 10 назад. Здание было другое. Видите, как здорово церковь расширяется. Я спою сейчас песню, самую первую, которую я написал на стихи Риты. Это было 7 лет назад. «Приди, Христос, склонившись надо мной». Приди, Христос, склонившись надо мной. Приди, Христос, склонившись надо мною. Все слезы с покрасневших глаз утрим. Ты мне жила ничем теплой сною и долгожданней утренней зари. Я не хочу влачить, существо, склонившись надо мною. Я не хочу влачить, существо, склонившись надо мной. Я не хочу влачить, существо, склонившись надо мной. И верою на будущее смотреть. Ты нужен мне, как нужен детям сахар. Ты нужен мне, как нужен взрослым сон. Я без тебя паду бездушным прахом. Под звуки труб и погребальный сбор. Ты нужен мне, как свет луны влюбленным. Как смех друзьям, как внуки пожилым. Как мать родная, только что рожденным. Как сила слабым и как врач больным. Приди, Христос, склонившись надо мною. Все слезы с покрасневших глаз утрим. Ты мне жила ничем теплой сною. И долгожданней утренней зари. Я не хочу влачить существование. Притворено плакать и бездушно петь. Приди, Христос, чтоб мог я и желание. И верою на будущее смотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приди, Христос, склонившись надо мною. Все слезы с покрасневших глаз утрим. Ты мне жила ничем теплой сною. И долгожданней утренней зари. Я не хочу влачить существование. Притворно плакать и бездушно петь. 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 Смотрите. Брат Николай, брат Николай, подойди, пожалуйста, мы тебя тоже немножечко попытаем. Присядь, дорогой друг. Пытать будешь? Послушай, многие музыканты не могут писать музыку на стихи Риты Коломийцевой. Говорят, слишком сложно. Для тебя это сложно? Рома, ты знаешь, я согласен с музыкантами. На самом деле стихи Риты очень непростые стихи. Знаешь, я бы сравнил их, наверное, с экспозиционной проповедь, в которой много пунктов, много подпунктов, много смысловых разных акцентов. И композитор, когда берет, ему нужно это все слить воедино. Нужно расставить акценты в соответствии с акцентами автора. Паузы музыкальные должны совпадать с паузами поэтическими. Высокие ноты с высокими поэтическими выражениями. То есть это все, на самом деле, очень сложно, непросто. Но даже мне дается это очень нелегко. И я тебе скажу, просто с Божьей помощью что-то пытаемся делать, и вроде как получается что-то хорошо, что-то еще похуже. По милости Божьей. По времени, какая самая... Дольше всего ты сочинял музыку, какая была? Конечно, это место у креста. Она заняла больше сорока часов. Если так их все вместе сложить, эти часы. Это не в одну неделю, просто это все так было. Сорок часов это много, да? Угу. Я бы за сорок лет не сочинил. Ром, ты не пробовал. Думаю, у тебя получилось тоже. Сколько у тебя песен на стихи Риты? Вот интересно, что я посчитал, и оказывается, что у меня 32 песни на стихи Риты. Но вышли в свет или готовы выйти только 14? В 18 я забраковал. Стихи или музыку? Стихи хорошие, стихи хорошие. Музыку не готовы, надо над ней работать. Правильный ответ. Это ты знаешь? Я знаю, здесь нельзя по-другому ответить. Рома сидит рядом. Ты знаешь, вот мы же созданы по образу и подобию Божьему, правильно? Господь нас отворил такими, что мы можем тоже творить. И когда я смотрю, как творил Бог, когда Он создавал луну, солнце, жираф ослепил, и что Он сказал? Помнишь? Хорошо. Весьма хорошо. И вот именно поэтому, вот что я считаю, что подход вообще, вот такой должен быть подход христианина к любому делу, которым он занимается. Абсолютно к любому. Настройки работают точно такой же. Музыку пишут точно такой же. Стихи. Именно по этой причине у меня 18 забракованы. Еще не весьма хороши. Хорошо. Ходят слухи, что у тебя есть новенькая весьма хорошая песня. Это правда? Ну, я не знаю еще. Это вот вы скажете, хорошая она или нет. Я ее еще нигде не пел. Да, есть новенькая. Совсем недавно свежая. Друзья, премьера. Рита тоже недавно ее написала, эти стихи. И еще никто не слышал их. Прекрасное напоминание о том, когда нам трудно вспоминать о милости. Если кажется, что не воскреснешь, Слезы умолкли и песни, Сердце молчит. Если кажется, ночь беспросветной, Если не слышишь ответов, Небо. Если кажется, что позабыл тебя Бог, Если кажется, ты одинок, Вспоминай Голготу. Это доказательство. Он тебе не равна душа, И он слышит. Вспоминая милости, На кресте свершилось все. Теперь, чтоб не случилось, Рядом милость навсегда с тобой. Если Хлеб тебе кажется обрезным, Кажется, жизнь бесполезна, Вера пустой. Если Кто-то предаст и нарушит, Слово проспя в твою душу, Вместе с тобой. Если Кажется, ты окружен темнотой, Милость Все же незримо с тобой. Вспоминая милости, На кресте свершилось все. Теперь, чтоб не случилось, Рядом милость, Вспоминая распятие, Вспоминая распятие, За грехи оплата, На кресте явилась милость, Совершилось, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Если кажется жизни уместной, все веселятся вместе, а ты одинок Если грех твою душу тревожит, знай, что простить его может твой боль Если кажется слишком тяжелой вина, знаю, выпил всю чашу до дна Вспоминай о милости, на кресте свершилось все Теперь чтоб не случилось, рядом милость Вспоминай распятие, за грехи оплакота На кресте явилась милость, совершилась Субтитры создавал DimaTorzok Он искупил тебя Враг Терпит поражение И смерти им больше нет Вспоминай о милости, на кресте свершилось все Теперь чтоб не случилось, рядом милость Вспоминай распятие, за грехи оплакота На кресте явилась милость, совершилась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великолепно Великолепно, слава Богу за его милость У меня такое впечатление, вот слушая это Это пение, этот стих, эти слова Как будто бы вот человек грешный Когда грех на него наступил И почти уничтожил, он уже валяется И у него нет надежды И вдруг он каким-то удивительным образом Обращает свой взгляд на священное описание Берет этот меч и наступает на грех Побеждает его и провозглашает Божью милость В двух словах, это у меня впечатление такое Об этом исполнении Слава Богу, спасибо большое, Николай Я впервые тоже слышал это исполнение Хорошо, хотел напомнить вам пару вещей Если у вас есть кто-то, кто хотел бы смотреть Этот вечер по интернету То вы можете также им сообщить Это вебсайт Слова.org И потом YouTube Если вы хотите кому-то из своих родственников Или друзей, друзьям посоветовать Вот У нас также есть Не телезрители А есть люди, которые смотрят нас По интернету И мы тоже очень рады вас всех приветствовать Очень рады, что вы с нами присоединились Вот Рады, что вас интересует также это Я хотел сейчас Представить вам эту книгу Уже многие из вас приобрели эту книгу Там при входе Но у меня есть три книги Которые мы хотели бы вам подарить Если вы подходите к категории Которые я буду сейчас называть Или ответите на вопрос То эта книга будет вашей Хорошо Итак Первое Это я хотел бы спросить У вас такой вопрос И это вообще отвлеченный от этого От этой темы, наверное Или от этого вечера Но это будет нам здорово Познакомиться друг с другом Как вы думаете На ваш взгляд Является ли ваше имя Очень редким Если у вас есть редкое имя То пожалуйста поднимите руку И мы хотели бы услышать Что о вон Пожалуйста Как тебя зовут молодой человек Женя Ну на твой взгляд Есть еще смельчаки Вот кто Вы думаете что ваш Вот пожалуйста Сзади Вот я даже знаю наверное Как вас зовут Неонила Нила Да А Неонила Вау Это Неонила Это наверное Новая Нила Да Переводится Хорошо Еще есть варианты Вон пожалуйста мальчик Как Яник Яник Тоже да Не такое часто Пожалуйста Тавифа Тоже да Библейское имя Хорошо Слушайте я даже потерялся Наверное будем Женю Выбирать На самом деле Неонила Тавифа Яник Ну как вы думаете Не знаю наверное К вам за помощью обращусь Кому Как вы думаете Самое редкое имя На ваш взгляд Ну я очень субъективен в этом Если я назову Неонилу Я буду субъективен Мне нельзя Надо быть субъективен Значит или Яник Ну давайте перейдем Может быть К общему знаменателю Тавифа Тавифа Хорошо Тавифа Пожалуйста пройдите Получите Книгу Вы знакомы с Творчеством Маргариты Да Немножко Ну слава Богу Хорошо Примите Хорошо Второй вопрос Так второй вопрос А это очень простой вопрос Но к сожалению Его не получит тот Кто из этой церкви Потому что вопрос следующий Кто здесь присутствующий Приехал из самой далекой точки Сакрамента Хорошо Кто Вы думаете что вы приехали с самой далекой точки от этого места Хорошо Откуда вы приехали Откуда Я даже не знаю где это находится Это здесь в Калифорнии Хорошо Хорошо А кто Есть кто дальше приехал Да пожалуйста Пенсильвания Вот наверное дальше немного Вот Есть вот кто дальше приехал в Пенсильвании Наверное Небраска А сколько миль А сколько вы летели сюда Добирались На машине сутки А вы сколько Шесть часов Ну мы дадим тому кто в сутки ехал сюда Хорошо Хорошо Пожалуйста Вот возьмите книгу Да Мы очень рады что вы здесь с нами А скажите пожалуйста как вас зовут Представьтесь Людмила Самсоненко Хорошо Я даже вас помню да Вау Какие люди Много-много лет тому назад Когда я был малышом Хорошо Да в Новороссийский Еще последний вопрос И тогда мы вернемся к общему ходу Нашего Здесь Собрания У кого здесь присутствующих Есть все книги Маргариты Все книги Кроме последней я имею ввиду естественно У вас которые здесь все есть да А сколько у Сколько наверное пять С последней пять Четыре у вас есть четыре книги да Однодом Однодом Ну не с собой конечно же Ну давайте мы вам подарим эту книгу Хорошо Отлично Можете пожалуйста сказать как вас зовут Любовь Любовь да Откуда вы Любовь Так подождите Мы вам должны двойную книгу Вы с Москвы сюда приехали Да Ну я живу здесь В Сакраменте уже пятнадцать лет Аааа Ну вот видите какой вот Триккий question да Хорошо Нет возьмите пожалуйста читайте Мы очень рады за вас да С Москвы да С Москвы но пятнадцать лет назад Приехали сдалека с самой дальней точки Хорошо Сейчас я хотел бы позвать сюда наших дорогих друзей Это семья Турковы Они кстати с Сакраменто Вот перебрались к нам в Вашингтон И сейчас приехали к вам в Сакраменто Чтобы нас порадовать этими песнями Я хотел бы задать вам пару вопросов Как давно вы знакомы с искусством И с поэзией Маргариты Это Рита Мы переехали в Волкове Скоро-то четырнадцать лет назад И где-то через два года Я увидела на сайте у нее стихи И мне очень понравились И не хотелось с ней всегда подружиться Но как-то мы не пересекались в церкви А потом вот появилась идея Чтобы на стихи придумывать мелодии Потому что действительно стихи очень глубокие И такие что касаются глубоко сердца И вот однажды Когда я придумала мелодию На стихотворение Риты Я ее отослала И ей понравилось И так мы стали с ней дружить Отлично, хорошая история И еще один вопросик вам Сколько всего вы написали песен на ее стихи? Ну у меня вот похожая история с Колей В общем песен много Забрукованных много, да? Ну надо над ними работать Нужно время для этого Нужно время для этого Нужно время для этого Довольно мне Господней благодати В нем моя немощь обретает смысл В нем обретают смысл мои утраты Он сам определяет Эпикриз Когда в глазах туман И сердцу больно И хочется хоть что-то изменить Я знаю точно мне Христа Довольно Не выживать А полноценно жить Я знаю точно мне Христа Довольно Не выживать А полноценно жить Он лечит сам огнем и благодатью И поет меня милостью своей Он учит обмещанию и принятию Печальных дней Печальных дней Благодатных дней Когда в глазах туман И сердцу больно И хочется хоть что-то Изменить Я знаю точно мне Христа Довольно Не выживать А полноценно жить Я знаю точно мне Христа Довольно Не выживать А полноценно жить Довольно Мне Господней Благодати Чтоб жить в довольстве Славить В полноте Я силу получаю у распятия, веру обретаю на кресте. Когда в глазах туман и сердцу больно, и хочется хоть что-то изменить, Я знаю точно, мне Христа довольна, не выживать, а полноценно жить. Я знаю точно, мне Христа довольна, не выживать, а полноценно жить. Спасибо вам большое. Да, мне иногда странно слышать, что говорят о поэзии Маргариты Коломитца, что это депрессивная какая-то поэзия. Здесь, мне кажется, столько надежды. Не правда ли? Почти в каждом стихе надежды много. И сейчас я хочу объявить следующую песню «Бедный я человек». Но я думаю, там есть продолжение, да? Есть, пожалуйста, вы, наверное, знаете этого человека. Я его даже не буду представлять, потому что здесь Сакраменто, и вы все его хорошо знаете. Пожалуйста, Роман. Я благодарен Богу за то, что Маргарита Коломитца употребляет свой дар для славы Божьей. Знаете, мы поем песню христианскую «Ой, я грешник бедный», и некоторые с улыбкой смотрят на этот псалом. Но есть прекрасное заключение. Если Бог безгрешный не был полон даров, не был полон любовью и не спас меня, то погиб давно бы в этой жизни я. И это секретарение, которое Маргарита написала, тоже имеет сильную мысль, что тем, кто в духе, осуждения нет. Ты мне дал, Господь, я знаю, Благодать, почему же я впадаю в грех опять? Я достоин и стремления, и огня. Где же ты берешь терпенье на меня? Столько возишься со мною на земле, Мне же нужно под землею мирно тлеть. Вновь упал я и страдаю, вот позор. И еще с тобой вступаю в разговор. С прахом не входи ничтожный в строгий суд, После тяжбы с Богом больше не живут. Неб немножечко прощения, Боже мой, Прояви свое терпенье надо мной. И так нет ныне никакого осуждения тем, Кто во Христе Иисусе. И ты даришь, как прозрение, Не ответ тем, кто в духе, Осуждения больше нет. Тем, кто в духе, Осуждения больше нет. Аминь. Слава Богу. Рита, вот этот псалом, Он очень перекликается с твоим предыдущим стихотворением. По поводу спасения по делам. Скажи, пожалуйста, Ты переживала спасение по делам, Что ты такой стих сочинила? Ну, конечно, да. Все мои стихи – это то, Что я переживала лично. Я никогда не пишу что-то субъективное, Или основываясь на чужом опыте. Я, как человек, который выросла в христианской семье, Переживала очень сложный путь к Богу. С одной стороны, Все может показаться очень легко, Потому что я знала Бога с детства, И всегда была хорошей девочкой. Я никогда не впадала ни в какие-то такие ямы греха. Но, тем не менее, Мой сознательный поиск Бога был очень долгим. Я не хотела верить во что-то эфемерное, непонятное. Я не хотела жить верой своих родителей. Я хотела знать, что такое христианство по-настоящему. Потому что я не верю в половинчатое христианство. Если верить, то верить и до конца. И чтобы понять, что это такое до конца, Мне нужно было знать. И я искала Бога, я молилась, я читала книги. Ну, я, наверное, каялась раз в 30-40. И не могла найти ответа и покоя. Пока вот Бог не смиловался и не явил Свою благодать. Когда это было? Это по-другому не объяснить. Это просто Божье чудо. Я читала Евангелие от Матфея, 5 главу Нагорную проповедь. И вот Бог просто открылся мне, что Он живой. И что вот эти повеления Его, Он действительно желает, чтобы я это исполняла. И когда я увидела эти повеления и попыталась переменить их к себе, я поняла, что сама я никогда не смогу. Я сказала, Господи, если Ты хочешь, то это только Ты можешь сделать. И Бог возродил мой дух. Вот именно тогда я вкусила, что такое по-настоящему общение с Богом и жизнь. Когда случилось это прозрение? Мне было в 14 лет. 14 лет. То есть повлияло именно Писание, что ты читала? Именно Писание. Ни человек, ни проповедь. Ни человек, ни проповедь. Слава Богу. Сейчас я хочу немножечко с тобой поговорить о тебе как о личности. Немножко узнать побольше, поближе. О поэзии мы поговорили. Вот один из вопросов. Каким бы качеством ты хотела обладать? Пусть даже сверхъестественным. Я хотела бы читать мысли людей. Я не думаю, что у тебя были бы друзья. А может быть наоборот. Знаешь, предупрежден, значит вооружен. Я бы хотела предвосхищать неприятные разговоры, события. Слава Богу, что у тебя этого нет. Рита, скажи, пожалуйста, в отношении людей какие пороки ты не переносишь? Я не люблю жадность. Просто вообще жадный человек для меня. Вот просто почему-то вот не люблю. И непостоянство, ненадежность, когда на человека нельзя положиться. Спасибо. Будем знать. У тебя есть стих по поводу пороков? Ну не совсем по поводу пороков. Ну пойдет. Сейчас посмотрим. Так, пойдет. А знаешь, я не стану толстокожей и грубой. Сколько б пуль в меня не встряло. Мне по делам за искренность. Но все же любви и так осталось слишком мало. Кто чувствует, тот легкая добыча. Кто верует, тех глушат мелкой дробью. Быть добрыми сегодня неприлично. Приличнее, повыгодней задобрить. И пусть мне говорят, так ей надо. И пусть скажусь я глупой для кого-то. Но думается мне, мир был бы адом без вот таких несчастных идиотов. И знаешь, я не стану толстокожей и грубой, сколько б пуль в меня не впилось. Коли я сумела, значит, это можно. А грудь в крови, значит, сердце точно билось. Спасибо. Ну вот у меня есть несколько вопросов по поводу этого стихотворения. Тебя кто-нибудь обижал и сейчас обижает? Ну, ты знаешь, это, наверное, возвращает меня к тому нашему разговору в первой части, когда я говорила о уповании на людей. Я человек, наверное, очень уповающий на людей. И Богу приходится снова и снова меня учить тому, что в людях нет упования. И для того, чтобы это сделать, для того, чтобы показать, что люди ненадежны, Богу приходится допускать такие ситуации, когда люди меня ранят. Ну и отсюда рождаются такие стихи. Значит, бывает. Да. А в церкви такое тоже бывает? Конечно. Я живу в церкви, моя жизнь сейчас очень плотно связана с церковью. А как такое возможно? Почему такого в церкви происходит? Этого же не должно быть. Ну, потому что не должно в раю такого быть. На земле мы все живем в грешном теле. И апостол Павел говорит, что он постоянно борется следственно на это. Наверное, это такое полуестественное состояние христианина. Хорошо. У меня еще один есть вопрос. Наверняка все-таки приятно, когда много народу тебя знают. И когда хвалят, и когда читают. Как ты борешься со звездной болезнью? Ты знаешь, мне бы хотелось думать, что у меня нет звездной болезни. Я не знаю, что ты вкладываешь в понятие звездная болезнь. Как я борюсь со сознанием того, что меня знают? Ну, никак. Я очень долгое время не понимала и не знала, что меня кто-то знает. Если ко мне приходит мысль приписать что-то себе, Бог обязательно посылает какую-то ситуацию, которая мощно меня смиряет. И я сразу думаю, Господи, да я никто. А еще написано, что мерзость перед Богом, всякий человек надменный. И я этого очень боюсь. Я боюсь быть мерзостью перед Богом, понимаешь? И вот эти вещи, они меня просто держат в очень жестких рамках. Ну, видимо, очень хорошо держат. Потому что действительно Рита обладает крайней открытостью не только в стихах, но и при общении с людьми. И для меня это было просто большим откровением, когда я с ней познакомился. Рита, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в свободное время? У тебя есть какое-то хобби, помимо того, что ты пишешь стихи? Хобби. Я люблю читать, но это не то, что в свободное время. Я пытаюсь найти время для чтения, и я занимаюсь бегом. Это мои хобби. Бегом занимаешься? Как часто? Ну, до того, как я получила травму при беге, я занималась пять дней в неделю по часу. Что тебя сподвигло бегом заниматься? Что меня сподвигло? Мой дядя, пастор Алексей Коломитцев. Кто сподвиг, да? Да. Очень хорошо. У тебя есть какая-то мечта? Дом, машина, яхта? Ты знаешь, нет. Я человек какой-то нематериальный абсолютно. Меня не тянут материальные вещи, и я как-то не привязана к этому. Абсолютно. Ладно. По поводу людей. Ты более контактный человек или более закрытый? Ты бы хотела жить в мегаполисе, в деревушке, или вообще на каком-то отдельном острове со своим мужем? Я бы хотела, ты знаешь, такое есть выражение, одиночество в толпе, вот это вот я. Я бы хотела жить в мегаполисе, но я бы хотела наблюдать за людьми. Я люблю в аэропортах, в людных местах, вот быть среди людей, но быть одной. Незаметный. Незаметный, да. Ясно. У тебя по поводу людей есть еще один стих, по поводу друзей. Да. Я думала, сыпкий песок, основание крепкое, надежной защитой почла отношения бумажные. Петух же давно себе глотку сорвал, кукарекая, пытаясь по-своему высказать мне что-то важное. Я думала, жемчуг, а то были скалы подводные. Крепила канат, оказалось, дырявые простыни, забыв, что за кашу голодный продаст даже Родину, а в смертных телах предают даже Божьи апостолы. Пустых краснобая в земле почитала мессиями, они о любви мне так красочно врали. Стрекороба. Наивно и преданно верила в сказку красивую, ища очертания стен изумрудного города. И вы мне, конечно, сейчас улыбнетесь заботливо и скажете, чушь, здесь так много хорошего. Скажете, но только прозрение приходит. И видишь отчетливо, что желтый кирпич и друзья, приложение на гаджете. Спасибо. Рита, многие хотели бы писать стихи, как и ты. Есть начинающие поэты. Что ты можешь посоветовать начинающим поэтам? Начинающему поэту я бы посоветовала читать, много читать, хороших книг, хорошей поэзии, классиков. Это, наверное, самый ценный совет, который я могу дать. А где учиться? Я не верю, что поэзии можно научиться. Это либо есть, либо его нет. Это можно развивать, а научиться нет. Ну, может любой человек стать поэтом? Нет. Нет? Я только хотел у тебя научиться чему-нибудь. Ой, ну, у меня, в принципе, есть задатки поэта. Как у Пушкина, когда он еще ни читать, ни писать не умел. Рита, а ты могла бы преподать какой-нибудь мастер-класс тому, кто может стать поэтом? Небольшой. Ну, ты знаешь, если задатки уже есть, и уже человек начинает, он знает, он уже пишет что-то. Если самый коротенький мастер-класс, я просто передам то, что мне однажды передала Вера Сергеевна Кушнир. Меня это сильно коснулось тогда. Такой простой совет. Она говорит, избегай избитых рифм. Избитые баптистские рифмы. Кровь, любовь, вновь. Слез, грез, воскрес, лес. Вот таких вот рифм. Если эти рифмы присутствуют, то это не поэзия, это стихоплёдство. Ну, это самое простое, что я могу сейчас чувствовать. А, ты можешь что-нибудь сейчас вот, ну, срифмовать? Допустим, микрофон включён, там, свет? Ну, нет, нет, я и нет. Ещё такой вопрос, Рита. Скажи, пожалуйста, почему ты уехала в США? Меня увезли, у меня не было выбора. То есть это... Ты, ладно, хорошо. Я была ребёнком, у меня не было выбора. Ну, ты себя считаешь американской поэтессой или русской? Я считаю себя русской поэтессой, которая живёт в Америке. Русская поэтесса, которая живёт? Русскоговорящая поэтесса, живущая в Америке. Которая живёт в Америке. А где ты выучила русский язык? Тебя ребёнком увезли, ну... Да. Это такой небольшой секрет, что я в России закончила всего лишь шесть классов образования, и я учила весь русский язык. Вот всё, что я знаю, я учила здесь самостоятельно. В Америке? Да. У тебя нету деградации, чувства деградации русского языка? Ну, есть. Если я не занимаюсь, то, естественно, русский язык деградирует. Любой язык деградирует, если его не использовать. Если на английском не говорить, не использовать какие-то глубокие слова, он тоже будет деградировать. А как ты его сохраняешь? Чтением. Чтением. И совет даёшь такой, чтобы... Да, читать, слушать людей с хорошо поставленной речью, интервью и так далее. У тебя ещё один стих приготовлен, третий есть, да? Да. Последний стих в этом блоке. В наш век, когда сердцу не модно приказывать, и чувство прямое пособие к действию, блажен подчинивший эмоции разуму, владеющий духом в любых происшествиях. Блажен тот, кто вовремя может откланяться при первых намёках эмоций бушующих. Не нужны ему ни победы, ни равенства, ни правды, добытой в бою торжествующие. Тот истинно славен, кто справился с мыслями, тому, кто владеет собой, как орудием, мир с Богом дороже запятнанной истины, и добрая совесть ценней правосудия. Эмоции губят в момент репутации, великие чувствами гнева повержены. Кто ж сдержан в словах, тот король в ситуации и будет вовек господином не сдержанных. В наш век, когда правят инстинкты и празднуют спонтанность свою и любые желания, блажен подчинивший эмоции разуму, а разум и жизнь подчинивший Писание. Спасибо. Что тебя побудило написать этот стих? Ром, давай пропустим этот вопрос. Я думаю, это слишком личная история для такого публичного разговора нашего стиха. Хорошо. Как ты считаешь, дело главное сделано? Можно умирать? Я думаю, что если Господь захочет меня забрать, то я буду благодарна Ему за все, что я сделала. Если Он хочет, чтобы я что-то сделала еще, я буду делать. Я стараюсь жить свою жизнь так. Жить, наверное, с чувством неотложностей. Жить каждую минуту, стараюсь вкладывать каждую минуту в созидание Царства Божьего. А там зависит все от Господа. Спасибо, но я думаю, что тебе еще и Женя не даст. Немногие знают, что Женя у нас является медбратом. Да, вот я хотел спросить у Жени, согласен или нет с той фразой, что когда была дуэль между Пушкиным и Дантесом, что Пушкина все-таки бы наша американская медицина бы спасла, а Дантеса бы залечила до смерти. Иногда это лучший вариант, да, не спасать. Мы просто бы за тебя молились бы, Рита. Очень. Женя, нам надо немножко вопросы обработать, которые к нам поступили. Тут их же очень много. Поэтому мы предоставляем слово тебе. Хорошо, пожалуйста, да, вы обрабатывайте вопросы. И, дорогие друзья, вам еще раз напоминание. Пожалуйста, подавайте вопросы, задавайте, если у вас есть таковые. А сейчас я хотел бы пригласить сюда подругу Риты и также пару интересных факторов. Она тоже пишет стихи, но сегодня она хотела прочитать стих Маргариты. Пожалуйста, Оля. И еще к тебе вопрос будет, хорошо? Мы не договаривались. Не договаривались, да. Оль, почему ты вот решила именно вот этот стих прочитать? Хорошо, это сложный, глубокий вопрос. Тогда скажи, пожалуйста, подумай на него и ответь все-таки, пока ты отвечаешь на другой. Когда вы впервые познакомились с Ритой? Я сейчас, кстати, сидела и вспоминала, что мы познакомились 20 лет назад. Вот в этом году 20 лет. Только это было в... 2001 год, да? Да, 2001 год. Вау. Да, мы познакомились в лагере. Меня в этот лагерь отправили родители за хорошую учебу. Это просто о том, вот как пути Господни действительно неисповедимы, и как какие-то события просто меняют кардинально твою жизнь. В этом лагере я была воспитанницей. Я была на молодежном потоке, а Рита была переводчиком нашего проповедника основного. И мы его пригласили к себе на группу с разными вопросами. У меня в том числе были там серьезные вопросы, как мне тогда казалось. Вот. И таким образом Рита сразу стала участником такого, ну, скажем, таких очень сокровенных переживаний, которыми я поделилась. Вот. А потом как-то она ко мне подошла. Мне кажется, что моя наставница ей сказала, что я пишу стихи, и она ко мне подошла. Она тогда искала молодые таланты. Вот. И как-то так завязалась. И, слава Богу, вот выросло что-то более серьезное. И из-за этого я позже переехала, когда в Америку, переехала в эту церковь, потому что там была Рита, там были другие друзья. Вот. Так что Бог так использовал. А вы попробуйте показать друзьям своим душу не фигуру точенную, не семью на зависть, не жизнь дорогую, а богатство внутри. Чтобы кто-то сказал, послушай, вот эта душа, я тоже хочу такую. А вы попробуйте показать врагам своим милость. Да так, чтобы это смотрелось не как подачка, а как дар в юбилей. Чтобы чья-то душа восхитилась. Я тоже хочу дарить, я тоже хочу дарить и миловать всех без сдачи. А вы попробуйте показать всем знакомым свое смирение. Не желание быть правым, не блеск урожа и азарта. Показать не обертку души, а как есть ее наполнение. И пусть в профиле это будет визитной картой. Вы попробуйте сделать селфи души без фильтров. И увидите, как она с инстаграмом вашим расходится. И увидите в ужасе, сколько там грязи и сколько пыли. Может, нужно уже начать о своей душе заботиться. Рита, просто интересно. Ты знаешь вообще, сколько песен создано на твои стихи? Нет, я не читала. Это очень сложно почитать. Я знаю, что много очень. Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Не знаю. Не знаю, вот честно. Ну, может быть, от 50 до 100. Вот где-то так, я думаю. От 50 до 100. А ты знаешь, кто был первым композитором на твоей стихи? Ой, композиторов много, наверное. Человек 20-30. Это из тех только, кого я знаю. Но самым первым композитором был мой брат. У меня есть старший брат. И вот он был самым первым композитором на мои стихи. И зовут его? И зовут его Женя. Женя. Чем больше я его читал, тем больше я видел, насколько я прохожу его то же самое через это. По сравнению с первым стихом, который я рассказывал, когда человек возрождается, он ликует о своем спасении. Но со временем ты замечаешь то, что то спасение, оно какое-то стает более таким серым, незаметным. И интересно, что всегда возвращаться нужно опять к этой благодати, которая возродила. Даже если я уже спасенный человек, только она сможет по-новому понять этот мир и как мне правильно нужно жить. Так что этот стих об этом. Как же часто я сердцем завишу от изменчивых, мелочных чувств. Как боюсь быть ненужным и лишним, и непринятым быть боюсь. Как готов на жертвы любые за один безупречный наряд, словно буду ценней и любимей, коль начищу до блеска фасад. Как сорока в душе обнищавший достижений годами коплю, отношений ненастоящих, устремлений, что не люблю. И живу, чтобы живым казаться, кормлю все живое собой, только выброшенным не остаться, обесцененным и чужим. И живу в этом призрачном рабстве, в одиночестве и пустоте, забывая о вечном богатстве, что имею уже во Христе. У Него нет ненужных и лишних, у Него не бывает потерь. Я теперь от Него завишу, и могу Его силой теперь не зависеть от слов и мнений, не бояться людей, а любить. О, великое благословение! Совершенным пред Богом пить! Слава Богу! И каждый стих, он показывает нам обратно, снова на Евангелие. Спасибо большое, Юра. По идее, сейчас должна была быть песня, называется «Души в профиль». Я очень сильно люблю этот стих, но ее не получится. Поэтому я хотел, может быть, у тебя получится прочитать его, Рита. Не сейчас, может быть, приготовься. Вот, а сейчас у вас, вот, кстати, вам вопросик еще один. И для вас напоминание, что если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте, или можете передать, или даже встать задать. Чувствуйте себя свободно. У нас такой семейный вечер. А сейчас время настало еще раз подарить вам три книги. Вот, первый вопрос, следующий. Вот книга, чтобы вы видели. Первый вопрос. Я слышал, что здесь много людей, или, может быть, какая-то группа людей из Молдовы, да? Даже вот знаю, Женю я знаю, с редким именем. Вот, он с Молдовы. Поднимите руку, кто здесь из Молдовы? Вот, несколько человек, да? А кто был в Молдове хоть раз в своей жизни? Поднимите руку. Хорошо, где-то процентов, наверное, 25-30 из присутствующих. Я хочу определить вот самого свеженького молдавана. Вот, кто вот прибыл из Молдовы вот самого недавно. В прошлом месяце кто из вас был в прошлом месяце? Месяц или меньше? Нет таковых, да? Что-то у меня сильно большие, великие надежды были, что вы так часто посещаете страну, которую любите. Хорошо, полгода. Вот, кто был полгода или меньше? О, вот, пожалуйста. Вот, подойдите, возьмите книгу. Есть кто-то, кто меньше полгода? Нет. А вон? Сколько вы вот назад были в Молдове? Два месяца. Хорошо. А вы? А вы полгода, да? Шесть месяцев, да? Сюда приехали, да. Хорошо. Вы хотите, чтобы я подарил девушке? Хорошо. Пожалуйста, подойдите. Возьмите книгу. Спасибо большое. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, вы приехали из Молдовы, вы там жили? Да, мы там жили, а сейчас приехали сюда на ПМЖ. Отлично, спасибо. Вы выбрали очень хорошую церковь. Знаете что, я вот вам по-доброму завидую. У вас на самом деле вот пастор один из миллион. И это не просто слова, это на самом деле, это человек очень, ну, во-первых, любящий Бога, искренний и очень-очень-очень сильно, что вы думаете, скажу, любящий людей. И это для пастора очень-очень важно. Слава Богу. Хорошо. Следующие вопросы вот я зачитаю сейчас. А, очень интересно. Кто бы мог прочитать на память один из стихов Маргариты? Кто знает на память хотя бы один стих? Пожалуйста, пройдите. Вы знаете, но не хотите, да? Вы знаете стих? Давайте, мы попросим вас, пожалуйста. Вы не стесняйтесь, я тоже здесь боюсь стоять. Хорошо. А, споете вы песню, да? Отлично, давайте, вау. Хорошо. Отлично. Вот я вам дарю, как бы залог даю по благодати, и вы потом отработаете. Спасибо, да, мы на вас рассчитываем. Хорошо, последняя книга осталась. Пока там готовятся с сыном. Отлично. Мы даже двоих уже людей попросили. Хорошо. И последний вопрос такой будет, ну, не самый легкий, но, я думаю, очень такой более глубокий вопрос. Как бы вы могли охарактеризовать, те, кто знают поэзию Маргариты, охарактеризовать ее, вот, всю поэзию в одном предложении? Вот, как вот суммировать все? Вот некоторые говорят депрессия, это в одном слове. Некоторые говорят надежда на Бога. Вот, в одном предложении. Пожалуйста, вы можете подойти и сказать, вот, в одном предложении охарактеризовать? Я тоже себе, я задал этот вопрос себе сегодня перед началом, я вам потом прочитаю тоже свое предложение. Пожалуйста. Я хотела бы сказать даже фразу, даже не целое предложение, как я бы охарактеризовала, потому что это мне очень близко. Для меня Иисуса Христа достаточно. Отлично. Ну, вот, берите книжку, пожалуйста. Вот. А есть еще волонтеры, ну, вот, без книг? Я знаю, многие из вас уже приобрели книгу. Вот, посмотреть, вот, охарактеризовать ее поэзию. Есть такие люди, кто хотел бы, вот, сказать одно предложение? Да, пожалуйста, подойдите, пожалуйста. Я пока... Да, подождем. Пожалуйста. Как вас зовут? Катерина. Через поэзию Риты я познаю Бога. Спасибо вам большое. Слава Богу, да. И это наша цель, чтобы не только... Не только вот дома и здесь, чтобы везде мы познавали Бога. Хорошо. Я вот вам зачитаю, что я написал для себя. Измученная душа, жаждущая и ищущая Бога, и находящая только в нем покой и утешение. Вот каждый вот стих, как будто бы он пропитан вот такого вот бременем греха, и потом вот этот человек выныривает из-под воды и видит благодать Божью. Хорошо, мы подождем тогда пение, да, когда вот подготовятся. У вас еще последний вот шанс есть задать вопросы, и тогда мы будем потом переходить уже к ответам, наверное, на вопросы. Но пока вот там... Вы уже готовы? А, так вот какого сына вы попросили. Ну... Видите, я ж не знал. Это же благодать. Вот Бог открывает. Слава Богу. Проходите. Джулай, пожалуйста. Давайте поприветствуем их. Вот это здорово. Вот это вот приятно. Нет, я не только его уважаю, вас тоже, вам тоже рад. Очень. Слава Богу. Ну вот, умеете радовать людей. Да, пожалуйста, вот. Вообще-то мама не планировала петь, но вот с такой хитрецой она все-таки вышла на сцену. Вот. Я очень благодарен Богу за то, что мама написала. Я благодарю за своих родителей. И это опять-таки благодать Божия. И мама уже написала 9 произведений на стихи Маргариты. И я хочу сказать такое прочее слово, что наверняка после этого вечера еще будет больше. Хорошо. Песня, которую мы споем, это «Люблю тебя». Пожалуйста. Это была первая песня, а вторая была «Ты мне дал, Господь» в один вечер. Ну и потом за неделю просто вышли еще семь. Собственно, я пишу только, когда я слышу. Открыла книжку. Люблю тебя. Зазвучал псалом внутри. Музыка. Музыка. И пусть бушует Море, и пусть сунами Сносит горна Люблю тебя и в радости, и в горе Люблю тебя всецело, навсегда Люблю тебя и в радости, и в горе Люблю тебя всецело, навсегда Люблю тебя в усталости и в воле В пустыне страха, в перебоях чувств Люблю тебя всем разумом Всего лет в семье сестру Любить тебя учусь В семье сестру любить тебя учусь Люблю тебя на пиках и на спусках И на олимпе, и в тени траншей О, как меня пленило это чувство До боли в теле, так же, как в душе О, как меня пленило это чувство До боли в теле, так же, как в душе Люблю тебя на целый век грядущий Любить тебя не то же, что и жить Моя тобой пропитанная сущность Уже не в состоянии не любить Моя тобой пропитанная сущность Уже не в состоянии не любить Уже не в состоянии не любить Слава Богу! Спасибо, Маргарита! Друзья, у нас наступает третий блок Где мы будем отвечать на вопросы Которые здесь был телефончик И потом мы выберем наиболее интересный Актуальный вопрос И будет два приза, да, у нас? Два приза, да Один сет из книг Маргариты Коломейцевой И отдельно в твердом переплете Вот такая вот книжка Да, это очень ограниченный тираж Их очень мало Поэтому мы выбрали его для приза Ну, несколько вопросов Ну, несколько, их тут очень много Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь Если чей-то вопрос не попал Один из первых Я вот хочу зачитать Наверное, сестра знает, что Маргарита Она занимается не только Вот что стихи пишет Христианская поэзия Она еще и душепопечитель Вот, немножечко мы из клеи, получается, выходим И вопрос касается конкретно душепопечения Я этой сестре хочу сказать, что На этот вопрос Можно найти ответ на нашем сайте Слово.орг Если подписаться на канал Есть такая замечательная передача Которая называется Библия говорит И Алексей Алексеевич отвечает на эти вопросы И в том числе Абсолютно недавно Был ответ на этот вопрос Рома, ну вот ты и ответов Можешь не зачитывать Но я все-таки его зачитаю Мне кажется, просто сестра Хотела даже поделиться этим Давайте мы так сделаем Мы оставим это на эту передачу Чтобы она посмотрела Я сейчас номера не помню Она совсем недавно вышла Просто зачитаю вопрос Если можно Мой муж абьюзер Сколько лет я молюсь за него В посте По несколько дней Он еще хуже становится Бьет меня Выгоняет из дома Обвиняет меня в том, чего нет И все переворачивает так Чтобы я всегда была виновата Довозит меня до нервного срыва Уже больше нет сил Он член церкви Мне просто страшно Что от него ожидать Я его боюсь Поддержите меня в молитве Дайте совет Ну в молитве, конечно Церковь поддержит Еще сестра, наверное, знает Что Дмитрий Жеребнянко Очень мудрый пастор Я думаю, что еще лучше было Если бы она к нему подошла А так подписывайтесь на канал Слова.орг И смотрите наши передачи И вы точно найдете ответ На вашу боль Еще один из вопросов Маргарита, сестричка Душою ты Не будешь А, думаю, ты не будешь отрисать Что ты очень загруженный человек Это правда, действительно Очень загруженный И я удивляюсь Сколько спит ли она вообще В 3 часа ночи Может смс прислать Или там еще В 7 утра Я не представляю просто И как ты при такой загруженности Не теряешь вдохновение Писать стихи Вы задали очень больной вопрос Чем более загруженный человек Тем меньше у него Творческой энергии Все, что я делаю Я пытаюсь делать От души, как для Господа И я вкладываю всю себя В те дела Которые я делаю И вот чем больше у меня дел Тем меньше я пишу А ты можешь пожертвовать Пожертвовать чем-то ради поэзии Служением Поездками Я никогда не думала об этом В таком ключе Поэтому сложно сказать Для тебя это все очень важно Да Хорошо Еще один такой вопрос Считает ли Маргарита Таких людей На которых нельзя положиться Непостоянных Жадных И с не очень хорошей речью Я правда не понимаю В чем речь тут Недостойными общения с ней Или хуже, чем ее уровень Нет, конечно Я не считаю вообще никого Ниже себя И наоборот Если люди ко мне хорошо относятся И хотят со мной общаться Это не моя заслуга И я задаюсь вопросом Почему? Потому что я не считаю себя достойной Внимания других людей И тем более любви Поэтому Все внимание и любовь Которую я получаю Я благодарна за это И Я принимаю это как дар от Господа И как дар от тех людей И поэтому я ни в коем случае Так не смотрю на людей Спасибо большое, Рита Несколько вопросов одинаковых пришло Маргарита Пишите ли вы стихи для детей? Нет А почему? Не знаю У меня вот предпосылка Я даже не пишу стихи для музыкантов Достаточно простые У меня предпосылка сложных оборотов Сложной философской мысли И поэтому, наверное Я как-то не задумывалась даже О том, почему нет Я пишу то, как пишется Еще такой интересный вопрос Маргарита Ты можешь писать стихи на заказ? Нет Коротко и лаконично Вы сказали, что Возрождение До Возрождения Не было творчества Может ли невозрожденный человек Иметь талант от Бога? Как вы считаете У неверующих Талант от Бога есть? Да Я считаю, что у неверующих людей Есть талант от Бога Все прекрасное в этом мире Это от Бога И есть, как мы знаем Очень много Талантливых художников Композиторов Поэтов У которых Нельзя отрицать Невозможно Отрицать их талант Это талант от Бога То, что я имела в виду Когда я говорила О своем возрождении Наверное, это то Когда твой талант Становится даром Духовным твоим даром Хорошо Рита Ты проводишь очень много бесед Семинаров для женщин Что ты посоветуешь? Топ-5 христианских книг Для девушек Очень сложно сейчас На вскидку Что-то посоветовать Поэтому Есть множество Хороших ресурсов И на моем канале Есть женские семинары Я там много говорю О книгах Вы можете посмотреть И послушать Обычно я в конце Если вам лень Смотреть весь семинар Я в конце обычно говорю О рекомендуемой Мною литературе Вот тоже интересный вопрос Рита, пожалуйста Поделитесь стихом Который ты написала После развала Советского Союза Можно не отвечать Была ли у вас боль В сердце С эмиграцией В Америку Или вы с радостью Приняли этот переезд Из родины О чем переживаете Болеете Когда остаетесь Наедине Здесь два разных вопроса Два вопроса Давай на первый тогда Первый, да Была ли боль Когда я уезжала Была грусть От того Что я оставляю Своих друзей Все-таки В 12 лет Это уже Сформировавшийся Пол Сформировавшийся Личности Есть друзья Люди Тоска была по людям Но все-таки Это еще такой возраст Когда легко Можно воспринять перемену И для меня Это было Что-то интересное Новое Ожидаемое Здравствуйте Желаю вам Обильных Божьих благословений И милости Его Вопрос Такого характера Вера Кушнир Сыграла в вашей жизни И в вашей поэзии Немаловажную роль Знаете ли вы того Для кого вы стали Объектом для подражания Твой совет Как стать светом И солью Приближайтесь к Господу Наполняйтесь им И свет Неизбежно Польется Из вашего сердца Очень хорошо Рита У тебя еще там Есть Приготовленный стих Да Мы сейчас будем С вами прощаться И поэтому Я прочту еще На обращении Пару стихотворений И Спасибо вам За интересные вопросы Извините Что мы не можем Ответить на все Когда я говорю Что тебе свою жизнь Доверяю То ты открываешь Проем моего вертолета И даешь парашют И тогда я столпом Застываю И пячес назад Цепляясь Зазыбкая что-то Когда говорю Ты Господь мой И пастырь единый То ты направляешь Свой посох К вершинам далеким И влечешь меня вверх И толкаешь проблемами В спину А я прижимаюсь К земле Стать боясь Одинокой Когда говорю Ты хирург мой И врач гениальный Тогда ты В своей доброте Достаешь Инструменты И душу мою Надрезаешь Отточенной сталью А я вырываюсь И плачу В такие моменты Я говорю Говорю Так пространно И красноречиво И от слов Этих громких Опять отрекаюсь Делами О счастье Каком-то прошу Но не буду счастливой Пока моя глупая воля Стоит между нами Влеки меня к горам Ты их берешь Ты знаешь Наверное Это вот Что-то присущее Волшебству Ну нет Не волшебство А вот божий дар Чудо Я не могу это объяснить Это приходит Из подсознания Естественно Я должна знать Эти слова Я должна знать Вокабуляр Определенный Чтобы Бог Мог это использовать Но когда это приходит И вот Сочетание слов Фразы Это все Но оно само собой приходит Причем язык Довольно такой Современный Очень даже Такой актуальный Получается Очень интересный Рита Ты говорила Пару стихотворительных Ты знаешь Смирение для мира Казалось всегда чудачеством Непонятно Зачем смиряться Праведникам Перед пилатами Непонятно А как не плакать Когда внутри Все болит И плачется И в пятницу Жжет безудержно Запястье Перед распятием Ты знаешь Прощение для мира Казалось всегда Безумием Непонятно Зачем прощать Если люди Не просят прощения Непонятно А как молчать Когда братья Шипят везувием Но молчание Это победное Всегда предшествует Воскресению Ты знаешь Страдание для мира Казалось всегда Бессмысленным Непонятно Зачем страдать Если можно Вокруг Да около Непонятно Зачем держаться Какой-то единой Истины Если знаешь Что компромиссами Достичь можешь Очень многого Но знаешь Когда болит Все внутри И от боли Беззвучно Плачется И слышишь Вдруг чей-то Крик Это он Наконец-то Взять его То знай Что ты жизнь Постиг И для мира Твои чудачества Будет факелами Сложить Указателями На распятого После этого Даже говорить Ничего не хочется Спасибо большое Рита Друзья Сейчас будет Вечер продолжаться После Окончания вечера Кому надо Исцеление души Пожалуйста К Рите За автографами Кому надо Исцеление тела Все что там у него болит К Жене пожалуйста Вы уже знаете Что он у нас Медработник Но это была Такая шутка Рома Ну ты должен Теперь выбрать Победителей Надо да Исполнить Обещание Я себе хотел оставить Да Мы с Ритой тут посмотрели И Наверное Самый лучший Простите Вот пока мы Задавали Стихи Задавали вопросы Тут еще Их немножечко пришло Но вот Самый лучший Что выбрали Это вот это Да Рита Считать ли Я не знаю Рома Я просто хотела Чтобы ты его зачитал Поэтому я не знаю Какой будет Самый лучший Это на твой выбор Давайте вы сейчас Подумайте немного Еще я вам дам Одну минутку А здесь вот есть Возле меня Тетя Люда И она хотела бы Сказать о поэзии Вы пока вот решите Вот кто же там На самом деле Все-таки Ответственный момент Очень серьезно Пожалуйста Да я не успела Ставиться Когда предлагался Этот вопрос Что можно сказать О поэзии Ничуть не отталкиваясь От личности И сущности Поэтессы Я бы сказала Что поэзия Маргариты Это глубина Широта И высота И еще Очень здорово Что есть Вот эта Рваная Рифма Спасибо большое Да Тоже очень красиво Сказано Спасибо вам большое Ну что У нас есть Победитель Сложный Да Наверное Вариант Считает ли Маргарита Таких людей На которых Нельзя положиться Непостоянных Жадных И не очень С хорошей речью Недостойными Общения с ней Или хуже Чем Вот Роме Понравился Этот вопрос И поэтому Хорошо Ты же выбирай Что из Нет Я не против Отличный вопрос Вот книга Есть Вопрос Можно Книгу Соединить С человеком Который Задал Этот вопрос Да Да Кто задал Этот вопрос Хорошо Пожалуйста Кто задал Такой Интересный Вопрос Не стесняйтесь Вот Ваша Книга Вы не задавали Ну Значит Вам не дадим Хорошо Ну Нет Нет такого Человека Да Хорошо Наверное Захотели Остаться Неизвестным Ничего Да Это нормально Пожалуйста Следующий В духе Нашего вечера Как стать Светом И солью Совет Хороший вопрос Тоже Кто задал Этот вопрос Вот пожалуйста Подойдите Получите эту книгу И потом вот После окончания Маргарита может Или уже здесь есть Автограф Нет Нет Можете подойти Как вас зовут Оксана 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 Очень приятно Спасибо большое А сейчас я хотел бы Позвать сюда На сцену Папу Маргарита А еще что-то есть А еще книга есть Набор книг Хорошо Отлично Четыре книги Да А что случилось С пятой Ее нет В печати Хорошо Четыре Может за четыре Согласиться Считает ли Маргарита Таких людей На которых Нельзя положиться Может быть Вы согласитесь На четыре Ну пожалуйста Но признайтесь Это хороший вопрос Мы вас не осуждаем Ну мне больше Вот нравится Прикольный вопрос Правда мы на него Не ответили Рита пожалуйста Поделитесь стихом Который ты написала После развала Советского Союза Отличный Я даже немного Припоминаю Суть его Хорошо Кто задал Этот вопрос Оксана У тебя есть книги Есть Ты хочешь их получить Можешь кому-то подарить Вот Оксану мы знаем И это Я в принципе Подозревал немного Что кто-то задал Такого Кто знает Вот Риту С более Молодого возраста Нет я не говорю Что ты в пожилом возрасте Это Да Маргарита Вы цветете Это здорово Хорошо Сейчас я хотел бы Позвать сюда На сцену Папу Маргариты В общем Пожалуйста Тимофей Алексеевич Проходите В общем Такая предыстория Однажды Маргарита Когда Я не знаю В каком в этом возрасте Было Но она Подходит к своему папе И говорит Пап Вот ты В своей молодости Написал Около 20 мелодий На разные вот слова Почему ты вот На мою поэзию Не пишешь И Ну вот Пришлось написать Сколько Тимофей Алексеевич Сколько вы написали Мелодий На слова Маргариты Только одну Только одну Я писал Да Ну да Действительно У меня больше 20 песен Но это было В молодости Моей И потом Когда мы переехали сюда Суета Детей нужно было Воспитывать Детей нужно было Вскармливать И как-то не получалось И действительно Рита Полтора года назад Подошла ко мне Говорит Пап Ну нету Я хотел бы Чтобы ты написал Песню Вообще Все мои песни Которые я писал В основном Они минорные Не знаю Может моя жизнь Соткана с минора Не знаю Ну почему-то Да Есть 2-3 песни Которые мажорные Но в основном Минорные И вот эту песню Которую я написал Она тоже Минорная Но это песня Молитва к Богу Молитва к Богу О милости И когда у Риты Был в прошлый раз Вот такой же вечер Я ее спел И Она очень понравилась Моему отцу Который вот Не так давно В прошлом году Ушел в вечность И я хотел бы ее спеть Сегодня здесь Молитва к Богу Господи, молю тебя о милости Истреби сердце злые вирусы Освети мой дух священной истиной Ум наполни Благостными мыслями Окропи меня Как жертву древнюю Обнови смиренное И верное Не косни Божественным молчанием Вслушайся В молитву Покаяния Господи Дару Дару и силу Господа Воскресшего Жизнь Наполни Днями Полноценными Обрати В добро Несовершенное Разгулят Разгулялась Палость Разгулялась Все Силы Истощились И в смирении Я тебя молю О снисхождении Ты светлой Искушенья Ты, ходатай мой, мое спасение, Не казни божественным молчанием И прими молитву покаяния. Господи, молю Тебя о милости, Как-то растыпалось, развалилось все. Силы истощились и в смирении, Я Тебя молю о снисхождении. Господи, молю Тебя о милости, Как-то растыпалось, развалилось все. Силы истощились и в смирении, Я Тебя молю о снисхождении. Слава Богу! Слава Богу! Спасибо большое! Пап, можете присесть на стул? Я хотел бы позвать дядю Гришу. Так как наш вечер связан с благотворительностью для служения в Молдове, Мы хотели бы вас немного познакомить с этим служением поближе. И буквально несколько минут, И немного, чтобы вы рассказали об этом служении. Первый вопрос. Могли бы вы коротко рассказать, В чем заключается служение в Молдове? Женя, прежде чем начать отвечать на этот вопрос, Можно мы сделаем чуть-чуть шаг назад. Бог нам открылся в Своем Слове. Мы поверили Богу через Его Слово. Есть святой и праведный Бог, Творец Вселенной. Я услышал об этом, Увидел себя грешным человеком, И я пришел к Богу. Бог использовал То ли пастора церкви, Или, скажем, в те древние времена, Использовал ярлпести. Кстати, моя мама покаялась через Его Слово. И теперь поменялась моя жизнь. Поменялось мое отношение ко греху. И я не могу молчать. И вот это вот заставляет меня Сказать другим людям о Боге. Ты совсем по-другому смотришь На вот этого святого и праведного Бога, Который доверил свое Слово. Такому человеку, как я, Как ты, как другие. Он доверил нам свое Слово. И мы хотим нести вот это Слово. Это первое. И второе. Много лет тому назад Бог дал такую возможность Послужить в Молдавии Онкобольным детям. Друзья, мне кажется, Нет такой большой радости, Когда ты видишь Чью-то измененную жизнь. Когда ты видишь Вот этих безнадежных людей. Я скажу, вернее, другими словами. Вот представь себе, Молодая семья Имеют одного или двух детей. И потом такое Мечтают, чтобы дети выросли, Чтобы дети были здоровыми, Чтобы детки стали взрослыми. И страшный приговор. Рак. Онкобольные. Лейкомия крови. И сразу этих людей Убитых горем. С таким серьезным приговором. А почему это так? И Бог дает нам Такую возможность Ездить в Молдову. 16-17 раз уже где-то. И вот доносить Вот этим людям Вот это Божье слово, Которое нам Бог его доверил. Друзья, только вот это Вот двигает нами. Оставлять все. И нести людям Надежду в Боге. Хорошо, пожалуйста, пап. Вы могли бы сказать тоже Немного об общем вообще служении. В чем оно заключается. И потом еще другой вопрос. Это как так получилось, Что именно вот команда С нашей церкви, Где и большинство людей, Которые туда ездят, Они не из Молдовы. Но почему-то, Наверное, кто-то среди них Очень влиятельный молдаван есть. Но почему-то вот команда Из нашей церкви Каждый год ездит И служит этим детишкам, Этим взрослым людям, Которые так нуждаются В спасителе. Наверное, первый раз Я в Молдавии был Это в 1974 году. И я был там по служению. И потом я забыл, Что такое Молдавия. И я больше никогда О ней не вспоминал. Так где-то в средствах Массовой информации Я слышал, что есть Страна такая Молдавия. И больше я о ней Ничего не знал. И вот в 2012 году Приезжает Сергей, брат Григорий Иванович. И мне звонит Гриша И говорит, Сергей хотел бы поговорить С тобой. Я Сергея мало знал, Но немножечко я знал его. И когда мы Назначили встречу, Он попросил помощи. И он спросил, Можете вы нам помочь В нашем служении В Молдавии Для онкобольных детей И для их родителей. Потому что Это служение Не только для детей, Но в большей степени Даже для родителей, Которые переживают Очень серьезные потрясения После того, Когда они узнали, Что их ребенок Заболел Такой смертельной болезнью. Я сказал, Мы подумаем, Помолимся, Спросим у наших братьев. Мы пришли к братьям, Поговорили, Они говорят, Это очень нужное дело. Почему, друзья? И вы знаете, Я вот долго Размышлял Над этим вопросом. Я очень хорошо знал И сам в этом служении Принимал участие В тюрьмах. Мы ездили в тюрьмы. Они не забыты. Заключенные. В детские дома Эти дети не забыты, Не оставлены. Их посещают. В дома престарелых Там тоже проходит служение. Но когда мы подумали О этих людях, Которые совершенно забыты, И там не проводится практически Никакого служения для них. Вы знаете, Вот мое сердце расположилось. Я еще не знал, Куда мы едем. Но мое сердце расположил Бог. Я поговорил со своей женой. Она говорит, Давай делай это. Это нужное дело. Мы не знали, Как это будет. Что это будет. Для меня всегда Это был страшный Такой вопрос. Что скажут люди, Особенно взрослые. Когда мы приезжаем в лагерь, Я думал, Сейчас начнут говорить, А почему Именно у меня случилось? А чем мы грешнее других? Что у нас Заболел ребенок? Вы знаете, На протяжении Вот многих лет, Когда мы начали ездить туда, Не знаю почему, Но Бог сделал так, Что ни один родитель Не спросил об этом. Мы доносили им Евангелие. Мы вместе плакали с ними. Мы вместе молились. Мы один на один говорили. Мы говорили много С ними о том, Что Иисус Христос Допустил их. И вы знаете, Интересно, Что многие родители Подходили ко мне И говорили, Если бы не болезнь Моего ребенка, Я бы никогда, Я бы никогда не узнала, Я бы никогда не узнала О Христе. Но Бог делает свое дело. И вы знаете, То, что делает Бог, Не мы, Совершенно не мы. Бог побуждает нас Год за годом Ездить туда, Доносить Евангелие. И это, наверное, Самое большое для меня Благословение Нести этим людям утешение. Вот очень коротко об этом. Хорошо. Спасибо большое. Дядя Гриша, Что вас возвращает В Молдову каждый год, Когда вы думаете, Поеду ли я в этом году, Нужно ли вкладывать время В этом году, В это служение. Что вас всегда мотивирует? Ты знаешь, Женя, Чтобы ответить на этот вопрос, Это должно быть Расположение сердца И страстное желание. Знаешь, Когда ты вот смотришь На фотографии Вот этих вот детей, На вот эти На вот эти вот Детские годы, То ты не можешь Быть равнодушным К ним И к их ним Жизням И к их ним Родителям. Ты понимаешь, Что Божье Царство, Божье Небесное Царство Двери еще открыты. Ты можешь Провозгласить Весь спасение. И только вот Это заставляет тебя С года в год Ездить туда И провозглашать Божью истину. Я вот вспомнил Ситуацию В прошлом году Меня Бог благословил Или позапрошлом году Да, вот С вами ездил туда И вот как будто Вот такая Sense of urgency Как будто бы Вот мы знаем Человек вот болеет раком И ему должны делать операцию И операция очень опасная И он может умереть на столе Но если от операции Не умрет, То все равно может умереть Большой-большой шанс И вот Я помню В команде Вот такого вот ощущения Вот ему нужно Побыстрее о Евангелии Рассказать Потому что Ну реально Вот у этого человека Времени очень-очень мало И у нас сейчас Есть эта возможность Рассказать Спасибо большое Хотел бы и последний вопрос Задать Вот если есть Мы знаем Каждый год Есть люди Которые заинтересованы Или поехать Или молиться Или чем-то послужить Или пожертвовать деньги На это служение Вот как эти Заинтересованные люди Они могут Где они могут взять информацию Как они могут послужить Или пожертвовать На это служение Я хочу сказать Что Никогда За все эти годы Мы ни у кого Не просили средств Но Бог Побуждал Сердца людей И у нас Всегда были Те средства Которые нам Необходимы Мы очень много Помогаем людям Которые нуждаются А они В основном Там все нуждаются И мы это делаем Совершенно Она бескорыстна И Когда мы понимаем Что жизнь Человека Совершенно Вот сегодня он жив А завтра его не будет Нас побуждает Вот это Господь Побуждает Все больше и больше Делать Для них Для распространения Евангелия Самое большое Наверное Что вы можете Сделать Это Я попрошу вас Вот вы все Здесь сидите Вот хотя бы В течение Вот этого месяца Вспоминайте Этих людей В своих молитвах Они очень нуждаются Очень нуждаются Кто-то может Поехать туда Кто-то может Только молиться А кто-то может Пожертвовать Средства И поэтому Если вас Господь Располагает Какому-то Либо Из этого Служения Вы можете Подойти к нам Мы будем Стоять Вот там Столик Мы Если бы я Начал рассказывать Я вот На нашей группе Мы называем ее Молдавской группой Которая мы ездим Туда В Молдавию Я им говорю Вы знаете Я бы мог Часами Рассказывать То что Бог делает В сердцах У людей У нас очень много Свидетельств Конечно я не могу Это сделать сейчас Потому что мы Ограничены Времени Но я прошу вас Пожалуйста Возвысьте свой голос За этих людей И за нас Мы хотим В этом году Поехать Мы просим Бога о милости Чтобы Господь Расположил Ситуацию Все Разрешил Потому что В прошлом году Мы не смогли Это сделать И люди ждут Люди ждут Что мы Сможем приехать Если вы будете Молиться Или каким-то образом Участвовать В этом служении Мы будем Очень благодарны вам Хорошо Спасибо большое Что вы поделились Об этом служении Это на самом деле Большая нужда Молитвенной поддержки Давайте мы вас отпустим Спасибо вам А сейчас я хотел бы Пригласить Диму У нас вечер Подходит Уже так Приближается к концу Дима пожалуйста Спасибо братья За призов Молиться Участвовать И мы Этим и сейчас займемся Мы услышали нужду И я хочу вас пригласить Мы сейчас помолимся Об этом служении И о предстоящем сборе Мы решили Как церковь Сделаем сбор Для того Чтобы поддержать Это служение Это наш вклад В дело Божие В царствие Поэтому К чему вас Бог располагает Мы сейчас помолимся Чтобы Бог благословил Это служение Пожалуйста Встанем для молитвы Ничего просто так не случается Контролирует Бог каждый шаг Если что-то не получается Это значит, что нужно так Если что-то не получается Это значит, что нужно так Боли скорбь не бывают напрасными Дорог каждый твой выдох и вдох Повстречаешься с бурями частыми Значит, чудо планирует Бог Не бывает страданий бессмысленных Жизни Божьих любимых детей Полной грудью вдохни эту истину Как стеной окружи себя ей Полной грудью вдохни эту истину Как стеной окружи себя ей Ничего просто так не случается Если злобно свирепствует враг Значит, что-то в душе исправляется Значит, воля Отца исполняется Значит, это не просто так Значит, это не просто так Аминь Слава Богу У Бога непригодных нет Ущербных нет И нет забытых Нечетких граней нет размытых На все вопросы есть ответ У Бога одиноких нет Бездетных нет и безнадежных Нет достижений невозможных И непреодолимых бед Он мудро созидает жизнь У Бога нет неполноценных Для каждого есть план священный И у всего есть цель и смысл Определяет цену крест Все дороги в глазах Господних Так почему ж в церквях сегодня Не всем спасенным место есть? Всякий, кто выходит на сцену Сегодня вечером здесь Или же читает стих Или поет песню Сейчас будет проповедь Я поэтому попытаюсь ее спеть Как же на небо я попаду Знаете такую песню? Это только название проповеди Только название проповеди Пока еще я не так развит Как другие музыканты Молитесь Может быть завтрашнюю проповедь На утро я все-таки спою Но сегодня я хотел обратиться к вам Дорогие, те, кто выдержал уже большую часть Мы будем после этого еще высушим Одно пение о благодати Которую можно вдохнуть Но сейчас я хотел бы обратить Ваше внимание на один библейский текст Который говорит Как же на небо я попаду Эта история произошла с Иисусом Христом И одним молодым человеком Марка 10 глава 17 стиха Когда выходил он, то есть Иисус В путь Подбежал некто Пал пред ним на колени И спросил его Учитель благой Что мне делать Чтобы наследовать жизнь вечную Как же на небо я попаду Иисус сказал ему Что ты называешь меня благим Никто не благ, как только один Бог Знаешь заповеди Не прелюбодействуй, не убивай, не кради Не лжесвидетельствуй, не обижай Почитай отца твоего и мать Он же сказал ему в ответ Учитель, все это я сохранил От юности моей Иисус взглянул на него Полюбил его И сказал им Одного тебе не достает Пойди Все, что имеешь, продай Раздай нищим И будешь иметь сокровища на небесах Приходи и последуй за мной Взяв крест Он же Смутившись от всего слова Отошел с печали Потому что у него было большое Имение Это интересная история Случилась с Иисусом Христом Она показывает нам Четыре ключевых элемента Понимания Которых Необходимо Для того, чтобы попасть на небеса Первое Необходимо правильное понимание Того, кто есть Бог Правильное понимание Вы знаете Очень много людей Верят в Бога Верят Но у каждого свое понимание Мой Бог Вот такой Любящий Мой Бог Вот такого роста Мой Бог Вот такой Он живет там Он живет там Мой Бог делает это А это не делает У каждого есть свое Представление Бога А правильно оно или нет Вот это вопрос И Писание И вот эта история говорит Что есть только один Бог Им необходимо Именно правильное понимание Того, кто есть Бог И вот этот молодой человек Юноша подходит к Иисусу И говорит И смотрит на Иисуса И он видит в Иисусе Только учителя И он говорит Человеку И говорит Учитель А потом подумал Говорит Ради уважения Добавлю такой Божественный термин Благой И вот он обращается К Иисусу И говорит Хотя Иисус Иисус действительно И человек Стопроцентный И Бог Стопроцентный Но в глазах этого Ты принизил Понимание Они интерпретируют Так, как они хотят И когда Сталкиваются с истиной Истина начинает Расставлять Нет, нет Только один Бог Это заниженное Понимание Бога Что терминологию Бога можно использовать К людям И Иисус Иисус справляет Нет, только есть Один Бог Это проблема Современности Никогда не встречал Человека У которого Завышенное Понимание Бога Всегда Это заниженное Всегда Мой Бог Вот только Он любит Мой Бог Он только Мне помогает Он не может Управлять всем Он не творец И так далее Всегда есть Склонность Занизить Величие Бога И вот Правильное Понимание Бога Является Ключом Как же Попасть На небеса Второе Очень важное Правильное Понимание Своего Сердца Своего Сердца Знаете Этот человек Мне нравится Потому что Он подошел Говорит Что мне сделать Это богатый Юноша Что мне сделать Говорит о том Что его богатство Это не было Наследством Которое досталось И он такой Ленивенький Он пробился В жизни Работой Это бизнесмен Который сам Построил свой Бизнес Он трудился И поэтому Когда он приходит К Иисусу Он не говорит Что ты мне Сделаешь Дорогой Чтобы я На небеса Попал Как делают Люди Которые получили Наследство И богатство По наследству Этот человек Заработал Своё богатство И он приходит Как же теперь Заработать Небеса Иисус Становит Ты хороший Бизнесмен Я уважаю Это очень Он полюбил Его даже Говорит Хороший Искренний Человек Я люблю Тебя Но на небеса Не заработать И он обращает Его Направляет К чему К заповедям Исполняешь Заповеди Он говорит Исполняю Иисус Говорит Ты не понял Ты исполняешь Заповеди Исполняю Ты не понял Никто Заповеди Я тебя направляю К заповедям Которые ты Выполнил И выполнив Эти заповеди У тебя нет Уверенности Вечности Нет Человек Который пытается Своими делами Заработать Вечность У него Никогда Не будет Уверенности Спасения Почему Почему Мы встречаем Людей В церквах Не имеющих Уверенности Спасения По одной Простой Причине Пытаются Заработать Себе Дорогу На небеса Это Самоправедность Не работает Иисус И объясняет Вернись Назад Заповедям Пойми Ты их Исполнил Пришел Ко мне Все равно С вопросом Как попасть На небеса Замкнутый Круг Ты не Исполнением Этих Заповедей Никогда Не попадешь Туда Более того У него вторая Проблема Сердца И эти проблемы Встречаются Очень часто Проблема Самоправедность Вторая Пойди Все продай Любовь К чему-то Здесь на земле Кому-то К чему-то Но не к Богу Заповедь Первая В Ветхом Завете Возлюбить Господа Бога Всем сердцем Проблема Сердца Не любовь К Богу Две проблемы Самоправедность И привязанность К материальному К земному Здесь Эти две проблемы Мешают Человеку оторваться На небеса Попасть Правильное понимание Еще очень важно Правильная реакция Правильная реакция На Евангелие И вот тут Христос Обращает Внимание Этого юноши На веру Он говорит Тебе нужна Живая вера Как она выражена В пяти глаголах В пяти глаголах Иисус Взглянув на него Полюбил Сказал ему Одного тебе Не достает Пойди Все что имеешь Продай Раздай нищим Будешь иметь Сокровища на мясах Приходи Четвертое Последуй за мной Взяв крест Пятое Пять глаголов Которые все Объединяют Одну мысль Вера Живая вера Вера она всегда действует Она всегда идет Она всегда выражается Каким-то измеримым образом Вы встречали Наверное людей Которые верующих Но Никак ее не заметить Никак она не измеряема Она не ведет Человека воскресения В церковь Она не меняет Его отношения в семье Она не меняет Отношения на работе Эта вера Не меняет ничего Иисус говорит Нет Тебе нужна живая вера Правильная реакция На Евангелие Только одна Евангелие ведет К вере И последнее Очень важное Мы будем молиться Правильное понимание Благодати И тут Этот юноша Разворачивается И говорит Слишком Высока Цена Отворачивается Уходит И тут Включаются Ученики И говорят Слушай А кто же может Спастись И 27 стих Чуть ниже Иисус отвечает Иисус возрев на них Говорит Человекам Это невозможно Если бы в вашей Библии была там Точка Мы бы сейчас Не пели следующую песню О благодати Но там стоит запятая Ибо человекам Это невозможно Запятая 27 стих Продолжается Но не Богу Ибо все возможно Богу Он приводит Эту историю К важному Самому Выводу Спасение Только По благодати Правильное понимание Благодати Продолжается И снова Как хлеб Твою пилость Кушаю Когда Спотыкаясь Бессилье Грешу Ты каждое утро Мой дух Обновляешь Я каждое утро К кресту Прихожу Вдохну Благодати Умоюсь Прощение Надену Святые Одежды Твои Какое Великое Освобождение Какая Свобода Долговской Крови Сожгу Сожгу Достиженья Свои Как лохмоть А славу Земную Сложу Словно Груз На жертвенник Славы Единой Господней Исущему До земли Поклонюсь Вдохну Благодати Умоюсь Прощение Надену Святые Одежды Твои Какое Великое Освобождение Какая Свобода В Голговской Крови Вдохну Благодати Умоюсь Прощение Надену Святые Одежды Твои Какое Великое Освобождение Какая Свобода В Голговской Крови И чествовать Буду И праздновать Буду Из праха Восстану И снова Пойду Ты принял Меня И меня Не осудит Никто Никогда Не в раю Не в аду Вдохну Вдохну Благодати Умой Прощение Надену Святые Одежды Твои Какое Какое Великое Освобождение Какая Свобода В Голговской Крови Вдохну Благодати Умой 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 Прощение Надену Святые Одежды Твои Какое Великое Освобождение Какая Свобода В Голговской Крови Слава Господи Слава Богу Вдохну Благодати И Бог Хочет От каждого Из нас Чтобы Каждый Из нас Вдохнул Этой Благодати Спасибо Большое Что вы Сегодня Были Здесь Что вы Активно Участвовали В этом Вечере Спасибо Большое Что Всем Кто Участвовал Всем Кто Был Здесь При выходе У вас Будет Возможность Приобрести Книги Если кто Еще не Приобрел Книги Слава Благодати Также Там Есть Пожалуйста Приятного Вам Вечера Благодати Благодати Продолжение следует...